Мне недавно сосед привез газетку из Риги, почитать дал, читаю, знаешь, вдруг дохожу до оригинальной рубрики Брачные знакомства, читаю, симпатичная блондинка ищет Обаятельная брюнетка ищет Даже полненькая Рыженькая Не первой молодости И так туда же Причем ты замечаешь, как она про себя пишет Полненькая Рыженькая, не толстая, а рыжая Нет, полненькая Рыженькая, вот и мать моя Прям парад красоты Причем, что интересно, ведь все остальные, они как-то сами ищут Ну и эти, видно, подобрали Как говорится, уже настолько неотразимые, что только через прессу Считаю дальше, вдруг вижу, женщина 45 лет Библиотекарь, двое детей Эй, мать моя Соединит свою жизнь Главное дело Она соединит Соединялка Соединит свою жизнь с интеллигентным человеком Имею свой домик Так С садиком Так, так, так На берегу Днепра в городе Херсоне Ну там адрес, телефон Спросит Лидия Михайловна Я еще раз перечитал Домик Садик Днепр Ну что, думаю, женщина симпатичная Можно соединяться Ну иду на переговорный Звоню, трубка женщина сама И сама подошла Я представился Причем, знаешь как Имя сказал свое А отчество соседа Ну что ж, говорю, Лидия Михайловна Прочел, говорю, я в газете вашей киминеке К сожалению, говорю, как человека я вас совсем не знаю Поэтому я сразу хочу уточнить одну деталь Имеется ли, говорю, у вас корова Или поросенок Или вообще, говорю Какая у вас мясная перспектива Она мне сразу Да, 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 говорит, Петр Абдурахманович У меня цыплята Я говорю, сколько цыпочек Она говорит, пять штук На что она рассчитывала Сорок пять лет Коровы нет? Господи, мужа и того нету Приезжать даже поговорить не с кем Да Не густо, говорю, Лидия Михайловна Пять цыпочек Прямо скажем Не густо Ну, говорю, рассчитайте, что вам повезло Нарвались, говорю, на редкого интеллиента Жарьте цыпочек Завтра выезжаю Она говорит, погодите Все так неожиданно Я говорю, еще Ваш Кто, говорю, в вашем положении Сразу в такое счастье поверит Жарьте цыпочек Ну, все-таки Хотелось бы знать Хотя бы кто по профессии Сколько вы зарабатываете Ну, думаю, кубинная королева Сколько вы зарабатываете Я говорю, вы бы еще спросили Сколько я вам отдавать буду Простите, что-то я от волнения не то ляпнула Конечно, это не главное Главное, что вы любите детей Я говорю, я детей люблю Она говорит, ну как Я же написала в газете, что у меня двое Таких очаровательные двойняшки Одному, говорю, 16 Другому, 14 Все, думаю, спятила от радости Невеста табака Я говорю, леди Михайловна Как прикажете понимать Я говорю, двойняшки Одному, говорю, 16 Другому, 14 Как это вообще могло Одному, говорю, 16 А другому, что же это значит Один, говорю, значит, двойняшка сразу вышел А другого два года уговаривать пришло Ты представляешь, это два года в роддоме Цыпа, цыпа, цыпа Ну что вы, я ведь их так образно называю Они очень друг на дружке похожи Кстати, Петр Абдурахманович Вы, наверное, все время пытаетесь представить Какая у меня внешность Я говорю, зачем Она говорит, да, я не красавица А вот, наверное, вы Может, говорит, мое сравнение будет слишком литературным Но мне, говорит, кажется, что у вас волосы Я говорю, ну Она говорит, как бы подернутые Инием Я говорю, кем у меня волосы подернутые? Она говорит, белым инием Я говорю, вам мужик или Дед Мороз нужен? Смеется Ой, хорошо, что вы с юмором Ну, я с юмором А нас двойняшками Мне, говорит, все время рисуется Петр Абдурахманович Что вы, говорит, такой сильный и высокий Я говорю, ну Ну, я говорю, что есть, что есть Метр пятьдесят я Ой, зачем так сильно шутить? Я уже к вам чуть-чуть привыкла Конечно, не в росте дела Но метр пятьдесят это как-то слишком Умоляю, скажите правду Я сказал, клянусь, метр пятьдесят Как в высоту, так и в ширину Слышу заикаться стало Погодите, я должна в себя прийти Я говорю, что ждать-то? Я длиннее не стану Я вот только претензий ваших, леди Михайловна Понять-то никак не могу Сорок, понимаешь ли, пять лет Библиотекарь, двое детей Говорю, спасибо, сказала бы, что Хоть кто-нибудь нашелся за пять цыпочек Что хоть кто-нибудь позвонил Я вам сразу за все спасибо сейчас скажу У меня к вам остался один вопрос Ну и, знаешь А я чувствую, что голос у нее изменился Прям во время разговора Уверенный такой в себе стал Что-то вроде она еще надо мной смеется Говорит, скажите, говорит, Петр Абдурахманович Вы, говорит, как мужчина что-нибудь можете? Сейчас думаю, провокация Я говорю, Людмила Михайловна, я вас как мужчина плохо слышу Она мне так ехидно повторяю Вы, говорит, как мужчина может? Я говорю, дров, что ли, наколоть надо? Так она уже как змея Нет! Вы, говорит, как мужчина можете? Приласкать, ну и так далее Я говорю, вы, говорю, что осоловели? Это, говорю, кто вообще вам дал право Такие пошлости спрашивать? Да если, говорю, я это мог Зачем бы я тогда Жениться стал бы? Я говорю, я не то, что не могу и так далее Я даже не способен на и тому подобное Она как зарет, спасибо, что позвонили Вы своим звонком мне глаза открыли Я только сегодня поняла, насколько я уже счастлива Два Потому что, говорит, оказывается, у меня для счастья все давно есть И 45 лет, и библиотека, и двое детей Но главное, говорит, что у меня есть для счастья Это, говорит, то, что вас нету рядом Абдурахман Петрович Так что, дорогие одинокие интеллигентки Пока я свободен Как говорится, шорти цыпочек АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ